Добрый день все участники фестиваля Golden Times. Я Марина Унилл Спенсер, член вашего жюри. Очень рада приветствовать вас и хочу рассказать немножко про ваши результаты, что я вам там на жюри. Значит, по танцам там было небольшое количество участников, поскольку конкурс был в основе своей нетанцевальной. Классический танец представляла Вероника, 80 лет в категории. Я поставила очень такую твердую восьмерку, поскольку девочка молодец, встала на планте. Я понимаю, что занимается она, может быть, не так уж долго на пальчиках, но даже вот то, что она все-таки пытается заниматься на пуантах, встает и, значит, танец. Номер поставлен неплохой, музыкальная девочка. Единственное, у меня к ней просьба большая к педагогу и к самому ребенку, чтобы вот на ролеве не сходила с пуанта жестко, не падала пяточкой вниз. Потому что весь номер поставлен именно на ролеве, и в конце идет диагональ вот этих ролеве, чтобы как кошечка через подушечки на лапках сходила, старалась. Для этого надо закачивать, конечно, и живот качать, и спинку подкачивать, чтобы мышцы помогали, сеппорт делали, стопочки. Потому что стопочка маленькая не выдерживает тяжесть тела. Значит, это к ней. Дальше, следующие участники были пара, детки маленькие, танцевали болным-дансом. Очень хорошо, чистенько отработали, поставила 9 баллов, молодцы. Единственное, хотя с большей эмоцией у партнерши, и там был момент, где она его, конечно, на себе водила, мальчика просто буквально за собой. Вот, тут, конечно, мальчик, он должен лидировать. Почему это партнерский танец, пара, парный танец, бальный танец, потому что партнер должен вот именно руководить. Пока партнер не сделает первый шаг от бедра, девочка не должна вообще там, а она, конечно, у вас солистка, и чувствуется сильная, характер сильный. Вот она там им руководила в одном моменте. Вот сюда надо обратить на эти моменты, надо обратить внимание к педагогам. Дальше, контемпорарий, категория взрослые. Здесь я не соглашусь, что это контемпорарий, потому что, когда выходит танцовщица, танцует на каблучке, это уже танец не контемпорарий. Контемпорарий танцуется или босиком, или в специальных носочках, или в специальных таких туфельках, резиночках, резиночках, или туфельках контемпорных. Вот. Здесь, конечно, не было и лексикона контемпорного тоже, я бы больше сказала, что это стрипластика. Вот. Очень интересное решение, решение фильмовое, то есть две девочки получились в зазеркале. Вот. Но не хватило движений, то есть больше танцы, пожалуйста, да, эти больше хореографии, больше, если это стрипластика, то больше движений именно стрипластики. Есть такое направление, то есть это не пол-дансинг, но это стрипластика развивающая. Если же вы хотите выступать в контемпорарий, то тогда ставьте хореографию именно контемпорарий, модерновую, понимаете, и выходите в правильные обуви, потому что эта обувь, она более для стрипластики. Вот. Дальше. Поэтому я поставила более низкую оценку здесь. Дальше пошла у нас живопись. Из живописи я пробегусь только по тем работам, которые мне особенно заполнились, потому что очень много работ. Олег Денисовец. Вторая работа мне у нее понравилась. Я бы ее назвала «Звуки музыки с инструментом», который я поставила 8. Дальше. Алена Ясенецкая. Цветы восьмеркой. Пейзаж маслом очень неплохой. 9 баллов я поставила. Дальше. Ольга Ширяева. Подсолнухи мне понравилась работа у нее. Восьмерочку поставила. Вторая работа мне не понравилась, потому что более замерзшее. Море стоит как гора у вас, там нет движения. Вот посмотрите-ка, наблюдайте на маринисты за движениями волн, за светом, за... То есть над этим надо работать, мне кажется. Дальше. Следующая была работа у нее же, да, «Улитки». Вот здесь я просто поставила 10. Работа обалденная. Банальный сюжет, две «Улитки». Очень шикарная работа. Дальше. «Второе море» было лучше. Поставила 9 вам. Ольга Цыганкова. Там групповая портретная. 9. «Мулатка». 10. Шикарная работа «Мулатка». Там было две художницы, две «Мулатки» были. Вот у Ольги Цыганковой мне «Мулатка» очень понравилась. 10 баллов. Вот. Дальше. Ольга Шевченко. Девушка. Первая работа. Очень интересная девушка. А у нее одна работа. Здесь тоже 10 баллов. Дальше. Ольга Иванец. Девочка с таксой. Неплохая работа. 9 баллов поставила. Дальше. Роман Бондарь «Горы». 9. Следующая его же работа. Я 10 баллов поставила. Название. Там очень интересный стиль у него такой между суперменом суперменом и шахтером. Название. Поскольку непонятное название картины, но работа мне очень понравилась. Опыт. Очень интересный образ. Необычно для меня прозвучало. Дальше. Я пробегусь по самым лучшим. Очень мне понравился Сергей Шемяковский. Шемякорский. Вот он очень хорошо работает со светом. Вот тут море прям прописано все время. Вот первая работа «Озеро». Обалденная работа. 9 баллов поставила. Вторая работа «Море». Она мне понравилась еще больше. Я поставила 10 баллов. Там свет. Просто вот захочется в эту воду пойти и искупаться. Действительно. Вот. Ну и последняя работа мне понравилась меньше всего. Я поставила восьмерочку. Дальше. А еще у него была четвертая работа. Опять-таки «Море». Немножко другое. Тоже между 10 и 9 баллов я тут разорвалась. Просто вторая работа была лучше немножечко. Ну, на мой вкус. Дальше. Так. Сейчас. Соня Осиевская. У нее понравилась работа такая под номером 3-4. Под моделья не выполнен. Такой портрет с изогнутой шеей. Вот я восемь поставила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова